Дорогие соотечественники, как обычно, мы начинаем с того, чтобы показать вам, что мы живем не в вакууме, что мы живем не сами по себе в нашей небольшой стране с ее бедами и проблемами. Мы живем в большом окружающем нас мире. И от того, что происходит в этом мире, очень многое зависит у нас самих. И это святая правда. Вот давайте посмотрим сейчас один пример. Что происходит в мире? В двух словах. Дональд Трамп говорит своей семерке, вернее своей шестерке. Говорит, я тут как-то без Путина, говорит, не понимаю, о чем мы будем говорить. Меркель и Макрон после того, как получили повышение тарифов, бегут в Москву, опять же встречаются с Путиным и говорят, ну вот вы понимаете, санкции шманцы, но нам все-таки надо сотрудничать, у нас вот айранская проблема, тарифы, то да сё. То есть, грубо говоря, мы видим, как Запад начинает потихонечку делать шаги в сторону России. А вот наши местные политические элиты нос по ветру держат, как всегда, плохо. Я имею в виду, что ни с того, ни с сего. Имея на руках только один единственный гнилой товар под названием русофобия, они додумались до того, что не пора ли нам изменить вот этот закон о языках, ну, дабы угодить своим западным партнерам, а фактически начальникам. И вот, и так у нас в стране ситуация очень непростая, очень напряженная. Проблемы с Приднестровьем, проблемы с нами самими. Эти сложнейшие многовековые межнациональные отношения кто-то хочет упорно расшатать. Зачем? Для чего? Почему? Когда и заказа-то, видимо, прямого на это нету. Вот что это за вот такое вечное холопское стремление услужить? Вот для того, чтобы понять, что происходит, мы пригласили в студию Валерия Демидетского, который уж в чем-в чем об этих вопросах, он поднатарел в течение многих десятилетий. Тяжелейшего сначала просто репортерского труда, а сейчас, находясь во главе очень солидного информационного агентства. Валерий, рад тебя видеть. Спасибо за приглашение. Спасибо. Да что ж происходит, батенька? Да нет, ну, все. Если вот говорить о встрече Трампа и северокорейского лидера, то можно заметить, что весь мир ее приветствовал. Весь мир. То есть нигде не раздалось ни одного голоса, что это не надо, что это неправильно. Кто-то против. Сомнения и так далее. Почему? Проблема расползания ядерного оружия – это одна из первых проблем безопасности. И здесь встает вопрос, а почему так все многие страны хотят обзавестись этим ядерным оружием? В чем дело? Ведь это и недешево, и опасно. Да, недешево-то я даже приведу маленький пример. В 1942 году Сталин вызвал к себе на дачу в Кунцево ведущих академиков. Среди них был академик Иоффе. И Курчатов. Нет, Курчатов еще тогда не было. Позже? Да, да, да. И он вызвал их и положил им на стол письмо обыкновенного лейтенанта Флёрова, младшего научного сотрудника, который написал ему о том, что по его наблюдениям из западной прессы исчезла ядерная тематика. Вот последовательные ядерные ядра. И он писал о том, что это свидетельство, о том, что ведутся военные разработки. И просил обратить внимание на это. И он спросил, это что? И они сказали, да, это правда. Действительно, есть основания полагать, что это дело засекречено уже. Ведутся работы. Ведутся работы и так далее. И в Германии, и в США, и в Великобритании. Сталин спросил, а почему же я узнаю об этом от лейтенанта, а не от академиков? И тогда академик Йоффе сказал ему, говорит, мы и не думали, мы и не полагали. Сейчас враг стоит под Сталинградом. Мы несем сумасшедшие расходы. Мы эвакуировали всю промышленность. И так далее. Это очень дорогой проект. Какой дорогой, сколько он стоит, спросил Сталин. И тогда ему Йоффе ответил, как выиграть еще две такие войны. Можете себе представить? И вот тогда Сталин сказал, говорит, а это не ваше дело, расходы. Товарищ Йоффе. Да, это мы будем думать о расходах. И был запущен проект. Полторы, было построено полторы тысячи предприятий. И действительно, паритет был восстановлен к 49-му году. А потом еще термоядер. Давай мы будем говорить о том, что на Хиросиму и на Нагасаки, и это произведут и западные эксперты, очень многие, ядерное оружие, атомные бомбы были сброшены не для того, чтобы заставить Японию капитулировать. Япония и так бы капитулировала. Видимо, хотели посмотреть, какой эффект. Нет, нет, Квантинская армия была разгромлена 5 миллионов в течение 2-3 недели. Без всяких ядерных бомб. Да, без всяких ядерных бомб в течение 2-3 недель была разгромлена Советская армия. И там уже вопрос был времени просто. Было сброшено для того, чтобы показать всему миру. У мира появился новый хозяин. У нас есть оружие, перед которым все должны трепетать, бояться, и мы можем с этим оружием диктовать свою волю миру. Это был сигнал. Да, и тогда в Советском Союзе половина которого страны стояла в разрухе, где бабы пахали, тащили за свои бороны, где шли восстановительные работы, где, как и прочее, были брошены сумасшедшие активы, сумасшедшие деньги, сумасшедшие усилия для того, чтобы... Для такой полуразрушенной в руинах страны. Но они сделали это. Да, невозможно. Потом это сделали и французы, и Великобритания получила от американцев. И клуб, потом это сделал и Китай, и клуб ядерных игроков начал расширяться. Почему он начал расширяться? А я объясняю. Потому что никто и никогда не посмеет диктовать волю тому правительству и той стране, у которой есть ядерное оружие. О чем забывают, к сожалению, наши диванные политологи. И болтуны. Мы там кого-то задавим. Ребята, если у страны есть ядерное оружие, с ней всегда будут разговаривать уважительно. Вот примерно так, как Трамп разговаривает с Ким Чен Иром. Мы не будем далеко ходить. К Инам. К Инам, да. Мы не будем далеко ходить. Историю вспомним Саддама Хусейна. Да. Мы не будем далеко ходить, вспомним ливийского лидера. Чем он закончил, когда он захотел проявить какую-то свою самостоятельность в арабском мире. Ему быстро скрутили голову. Было бы у него ядерное оружие, этого бы не случилось. Что случилось с башером Асадом, который сказал, что он как бы против этого газопровода, да, из Катара на побережье. Ему тоже устроили голову мойка. И сейчас почему-то мировые СМИ ничего не говорят, а что творится в Ливии. Что там идет гражданская война. А в Ираке. Что мы говорили, что мы туда принесли. Что сначала все гражданское наше общество кричало, что в Ливии принесли демократию, свободу и так далее. А то, что сейчас там Ливия разделилась. В том же Ираке. Когда кровопролитная война и корабли из Ливии плывут, заполненные тысячами беженцев и тонут у Италии, да. Никто не говорит Джесси и Шарли, да. Никто не выходит на улицы и не говорит. Вот в этом проблема есть. И, конечно, я не приветствую то, что Северная Корея хочет иметь ядерное оружие. Но нужно понимать истоки из этого. И почему они пошли на такие затраты, сумасшедшие затраты. Там народ голодал, но они тратились на это дело. То, что северокорейцы откажутся от ядерного оружия, это прекрасно. Почему? Потому что и в том числе многие могут подумать, что это Россия может быть против, там нужно против американцев или что-то такое прочее. Сейчас непростые отношения. Ничего подобного. Северокорейский ядерный полигон находится в 180 километрах до Владивостока. Если там что-то случится. И слово «отказ» тут звучит как-то очень странно. Отказ от чего? От дальнейших испытаний может быть. Технологии уже есть, производство налажено, ракеты есть. И сегодня мы стоим в мире перед очень такой сложной задачей, потому что современные технологии позволяют этому клубу расширяться. Почему? Потому что если еще 20-30 лет назад это могли себе позволить только очень богатые страны, имеющие технологический уровень, я сам служил на подводной лодке, оснащенной ядерным оружием. Я эту бомбу даже пару раз погладил, когда ее грузили и так далее. Как ощущения? Да. Ну, сидишь, думаешь, что она может разнесеть целый город. И, конечно... И ты это понимаешь? И находиться с ней в одном помещении еще под водой, под водой еще с двумя дермореакторами небольшое удовольствие. Не зря там и кормили, и давали, и люди получали по тысяче рублей зарплату в те советские времена, понимаете? Все это было. Но тогда на всех наших подводных лодках, и на наших, и на американских, стояла система так называемая АФАС. То есть аварийного предупреждения. Вот если, допустим, экипаж сошел с ума, или командир сошел с ума, и он может начать войну, последнюю войну. Чтобы не начудили, ребята. Чтобы не начудили, да. То есть там было 4 кода, которые находились 3 у командира, замполита, особиста, и еще 4-й приходил с Москвы. Это для подстраховки. Да, точно такая же система была у американцев. Понимаете? То есть после того, как заглянули за этот край в время Карибского кризиса, подписали эти соглашения. Кстати, одну секунду, Валерий. Нет, это было. Ницше когда-то сказал поразительную фразу. Он говорит, когда долго начинаешь вглядываться в пропасть, начинаешь чувствовать, как пропасть начинает вглядываться в тебя. В тебя, да. Какие слова? Нет, так тогда, да. Тогда так это все было устроено. И тогда Никсон с Брежневым договорились об этой системе предупреждения, да, чтобы никому не прошло в голову, не дай бог, выстрелить, да, первым. Потому что потом уже поздно будет разбираться, что-то был сброс или там какой-нибудь, не знаю, сбой компьютерный и так далее, да. Такие моменты были несколько раз, да. Но я говорю, что насколько крепко относились сверхдержавы. Уважительно. Да, да, действиями в Сирии мы замечаем, что они старательно стараются друг друга не зацепить, не надеяться. Чего не скажешь, так сказать, о мелочи, которые хотела бы, может быть, спровоцировать. Знаете, вот когда бывали такие, бывали истории даже шестидневной войны, да, когда Гречка, провожая там египетских генералов, сказал в шутку, что смотрите, если там на вас Израиль поедет, и за них ступятся американцы, мы тоже в стороне не останемся. Они расценили это, что типа, все, теперь можно воевать, понимаете. А никто воевать не будет. Это, к примеру, это уже переносится, экстраполируется на нашу ситуацию. Если мы думаем, что... Вот перейдем к Молдове давай. Да, да, да. А то мы тут думаем, что у нас это не копается. Если мы думаем, что из-за Молдовы или даже Украины, такой страны, кто-то будет воевать, европейцы, американцы и русские будут воевать, мы далеко очень глубоко заблуждающиеся люди, да. Нас, конечно, разведут, как в этом старом польском анекдоте, как болванов в старом польском анекдоте. Лохотрон. Да, да. Но воевать за нас никто не будет, да, и никто не захочет развязывать крупномасштабы. А посмотри, вот Прибалтика, и Польша, да, и Румыния. Нам нужны базы. Ребята, вы сумасшедшие. Как ты только ставишь базу, считай, что все эти ракеты со стороны, скажем, Востока нацеливаются на тебя. Зачем это делать? Я как-то разговаривал с своими друзьями в Румынии. Я хочу вам сказать, что население Румынии не испытывает такого трепета, как так называемое наше гражданское общество, да, вот, да, по поводу того, что мы теперь союзники, НАТО с нами. Обратите внимание, у нас же под гражданским... Галантерейщики кардинала-то силы, да. Да, секунду, у нас дискуссия, смотри, гражданское общество ведь обычно трактуется, что это целая куча, одни там за права собак, другие за права женщин, другие за счет, целая куча у нас этих контор, тьма. У меня всегда вопрос, на чьи деньги эти ребята живут. Да, ну, на этот вопрос... Смотри, в чем дело, у нас обычно, и на Западе, когда гражданское общество, мы понимаем, что это все граждане, все, кто голосует, а там понимают, именно эти структурки неправительственные. Вот, когда Путин зажал у себя вот этих ребят, сколько воя и воплей было, успокоились. Лучше всего на этот вопрос ответил представитель самого этого гражданского общества, он Азун Антой, он их называет «дети капитана Гранта». Да, понимаете, вот есть Грант, нормально, нету Гранта, надо дужить. И никому, конечно, в голову не приходит, потому что многие ребята, которые занимаются на Гранты, сказать, неблаговидной деятельностью по бросанию дерьма на вентилятор, по подливанию костер, когда их спрашиваешь, он говорит, а что ты хочешь, выживать надо, что же хочешь. Жить нужно с ребятом. Потому что я ехал, как бы работал нянечкой, носил ночные горшки где-нибудь за рубежом, потому что работы-то нет, но вот Грант есть, слава Богу, я выживаю каким-то образом. А то, что мы делаем иногда работу по разделению нашего общества, да, вот так называемое. Что мы видим. Да, что мы видим. Мы раскалываем людей по национальному признаку, по другим признакам, сталкиваем их лбами. Да копейку надо отрабатывать. Лбами в интересах других стран, так сказать, которые с нами конкурируют. Мы этого как-то замечать не хотим. Я хотел сказать о Румынии. Я как-то разговаривался с своими друзьями и родственниками в Румынии, которых нам много, и мы разговаривались, и я им сказал, ребят, вот они сказали, вот, открыли базу в Девеселу, там хоть у кого-то работа будет. А я говорю, вот я сказал то, что самое, что ты сказал. А вам не кажется, что это не очень умное решение? Они спрашивают, а почему? Я говорю, потому что в случае гипотетического конфликта между двумя сверхнаджимы... Бездна начинает смотреть на вас. Да, да, да. То есть первый удар будет нанесен по тем системам. Почему Путина возмутило вот это вот расположение в БАСПРО? Ну, то есть было понятно, что после того, как НАТО придвинулось к востоку границам, вопреки тех договоренностей... Обещали, ни шагу не сделают. Да, да, да. Обещали, но, конечно... И обманули. Конечно, ну, это правильно, и прав был тот человек, который сказал, что если вы... Это был, сказал Добрынин посол, который 40 лет проработал в США, он сказал, что если вы с американцами договорились о чем-то без подписи бумаги, уже считайте, что вас обманули. Но если вы даже на бумаге договорились... Это еще не гарантия. Да. Кто отказался от всех этих договоренностей? А вон Трамп сказал, это вы с Обамой? С Обамой. А я пришел, я считаю этот договор несправедливым. Абсолютно верно. И все. И это все нормально, потому что он бледет интересы своей страны. Так же, как должны бледить интересы своей страны. И его мы понимаем. Да. Мы его понимаем. Ты знаешь, Виктор, у меня нет никаких... Он разумный мужик. У меня нет никаких упреков. Из него пошло у нас пройдет. Ты разумный мужик. Виктор, у меня нет никаких претензий ни к господину Трампу, ни к госпоже Меркель, ни к господи Джей Мэй, никому, ни к господину Макклова. Они защищают интересы своей страны. Вопрос наши чьи интересы? Вопрос. Мы, наш политический класс, чьи интересы он защищает? А вот этот вопрос трудно. Вот я не знаю. Да. Да. У нас есть масса людей, которые защищают чьи-то интересы. Ты помнишь, когда договор по ассоциации подписывали? Даже румыны. За каждый пункт шла драка, сражение. Эти люди понимали. Ты подписываешь договор по ассоциации. Это не шутки. А у нас бегал Лянгер. Что еще подписать вы хотите? Пожалуйста. Виктор, наша... У нас политический класс дожил до того, что он общенациональный. Государственных интересов. Он вообще не думает. Он думает так. Чем дольше его сидеть у руля, чем больше чего-то нахапать, получить, отпилить. И такое впечатление на все остальное наплевать. А еще об одном думает, куда они смоются потом. Да, да, да. Нет, ну, видишь, здесь, конечно, их понять можно. Конечно, шкурные интересы понятны. Ну, нормальные интересы. Зачем? Нормальные шкурные интересы. Наша правительство не заинтересовано. Даже в том же сотрудничестве с Россией по той простой причине, что для того, чтобы сотрудничать с Россией и с Европейским таможенным союзом, как мы говорили, и Евразес, вот, нужно думать о производстве. То есть то, что они нам могут предоставить, они нам могут предоставить рынки сбыта. Но эти рынки сбыта, я хочу уже предупредить, что туда просто за красивые слова. Туда бритву не вставишь, все плотно запаковано, все забито. Там нужно бороться за эти рынки, которые мы бездарно когда-то потеряли. Просто бросили, да? На Востоке точно потеряли. По советам наших партнеров по развитию. Они сказали, плюньте в их сторону. Мы их рынки потеряли, они эти рынки вместо нас заняли. И долго потом смеялись над над незадачами. Что случается Украина сейчас как? Имея колоссальный рынок Российской Федерации, а посмотри, вот эти восточные, я почему, с нами параллели, мы не в космосе, мы соседи. Смотри, что получалось. Восток работал на очень высокие хай-теки. Там и машиностроение, электроника. Этот товар куда сбывался в Российскую Федерацию? Сбывался? Да, была мощная операция. И было все нормально. А Запад, вот там, где больше всего шумят вот все эти националисты и такие, они там все поразвалили. Где те львовские заводы знаменитые, электроники? Да нету. Да и восточные же. Правильно? И что в результате, что они выиграли от этого? Рынок сбыта российский они потеряли. Виктор, здесь все очень плохо. Заморочки получили. И смотри, кричали о свободе, где-то о свободе. Не нужен был им российский рынок, не нужно было им производство. Вопрос, кому не нужен? Людям был вот так нужен рабочий. Я к этому подхожу. Ему это кому? Я к этому подхожу. Им это кому? Да, да. Им это правительство. О, правительство. Очень хорошо. Вот что сейчас происходит на Украине? То же самое, что произошло у нас. Исход населения. Уже половина от списочного состава. Первый признак беды. Если, зачем нужно думать о производстве? Зачем нужно думать о рынках сбыта? Зачем нужно думать о поддержании нормальных отношений с разными странами? Когда есть очень простой способ. Шлюз убрать. Да. Ты высылаешь половину населения. Оно шлет деньги. Да? И живешь. Ты на эти деньги жируешь. И еще плюс просишь у Запада кредиты. Посмотри, о чем говорят наши телеканалы дни и ночи. Нам те обещали. Ой, не дали. Ой, нам эти самые. Ой, там те поставили такое условие и так далее. В результате... А, и помнишь бесконечные трюли-трюли про инвестиции? Да, да. Где эти инвестиции? Подо что они? Ну, хорошо. Дальше идем. И вот мы берем кредиты. Правительство берет кредиты. Правительство распределяет эти кредиты. Правительство держит руки, как в меде. При переливе меда. Хорошее дело. Мы знаем, как это все делается. Вот там Гимпо рассказывал про Малигуцу. Представительство дороги и так далее. Как это все происходило, мы знаем. Мы знаем историю с господином, который воровал велосипеды в Италии. А потом себе самолеты покупал. Все было прекрасно. А теперь возвращать эти кредиты кто будет? Да мы с вами. Те, кто выслали своих близких за рубеж. Не, смотри, клево. Вот представь, что мы с тобой два соседа. Я пошел, под твое имя у кого-то одолжил. Да. Вот. А потом к тебе приходят и говорят. Слышь, Валер, ты когда деньгу вернешь? А ты говоришь, какую деньгу? Какую? Вот, видите, взял под тебя. Вот бумага. А ты говоришь, да как же? Это то же самое, когда я девушкам молодым на телевидении, которые мне задают вопросы по инвестициям, я им говорю. Вот представьте, что вы вышли замуж. И ваш муж вместо того, чтобы приносить домой зарплату, устраивать карьеру, будущее, да, взять там, строить жилье, так далее, так далее, обеспечить. И у вас каждый день приходит и рассказывает, что вам все вопросы решат Петя, Саша, Коля и так далее, да. А он у Пети, у Саши, у Коли отдаложивает денег, а потом вам придется рассчитываться. Я не знаю как, но рассчитываться придется. Понимаете? Поэтому вот... Девушка поняла? Да, да, поняла. Поэтому здесь та же ситуация находится, что, ребят, деньги, как сказать, дерибанят одни, отдают другие. Схема выстроена идеально, прекрасно. И вы хотите... Мало того, те, у кого деньги забирают, и у кого дерибанят, они голосуют за тех, кто у них эти деньги... Абсолютно правильно. Хорошо устроились. Помнишь, говорил Райкин, хорошо устроились. И им нужно всякий раз кто-нибудь, как говорил Михаил Сергеевич Горячев, подбрасывать, чтобы у них была тема для разговора. Понимаете? Чтобы никто не задавал вопрос. На каком языке задавать вопрос? Где миллиард? На каком языке задавать вопрос? А что происходит? Почему закрывается предприятие? Почему все больше населения покидает страну? На каком языке надо задать вопрос? Почему не это? Давай разберемся, да? А давай разберемся. Давай. Давай. И вот у нас начинается... Вытащили закон сейчас, который писал твой отец когда-то, мудро. Я помню это время. Я с ним ездил в Террасполе. Я помню, как он их там уговаривал. И как это все старались умные люди... И потом признали, что закон был мудрый. И как в то время, когда одни мудрые люди пытались это гасить и договориться, и как другие это дело расшатывали на площадях. Понимаешь? А потом удивлялись, а почему с Приднестровьем? Сейчас вот опять, знаешь, вот сейчас я удивляюсь, вот конечно, я не юрист по специальности, тем более не специалист по конституционному праву. Но я всякий раз, когда хочу в чем-то разобраться, я иду к уважаемым специалистам, к людям, которых я уважаю. К экспертам так называют. К экспертам и так далее. Спрашиваешь? Я спрашиваю. Просто к мудрым людям. И когда я спрашиваю насчет многих решений нашего конституционного суда, люди улыбаются. Говорят, ну ты что, ребенок, не понимаешь, что... А ты говоришь, не понимаю, объясняйте. Нет, я не понимаю, я говорю... Нет, ты придуриваешься, говоришь, не понимаю, объясняйте. Я говорю, господа, я не понимаю. Есть прекрасная песня Пугачевой, «Жизнь кончается не завтра». Понимаете, говорю, вот сегодня, допустим, ты делаешь все, что тебе говорят, а завтра вдруг к вам придут и спросят, подождите, а на каком основании это все было сделано? А как это принимается? Жизнь же не короткая, она в долгую идет. Да, да, да. И пройдут другие. И что мы будем говорить людям? А что... Вот есть такое понятие, что на это скажут люди? По-моему, у наших политиков уже давным-давно не интересует, что о них думают люди. Какие вопросы у них не стоят? И вот сейчас, занимаясь этой политикой, когда не думают, что о них думают люди, они пошли к выводу, когда вот последние местные выборы показали катастрофу. Оказывается, люди о них думают очень и очень плохо. И тогда была придумана история. А давай мы людям подкинем тему. Да. Выборы, язык... Они начнут сейчас с другого друга. Да, объединение с Румынией. И господа либералы, которые тоже уже оказались в этой вот, знаете, в самой каке. Вот они вышли с этой инициативы. А власть, как говорил Михаил Сергеевич, подбросила. Хай боды. И понеслось, и понеслось. И мы сейчас снова в обсуждении жизненной темы, да. На каком языке мы выезжаем за рубеж и покидаем своих детей и так далее. Я никогда не забуду. Помнишь, знаменитую статью, с которой вот начиналось движение, национально-освободительное движение у нас, и вышли люди на площадь. земля, вода и знаки пропинания. Помнишь, да? Да, была статья такая. Мудрая статья в Друце, где он говорил о проблемах. И действительно, там были проблемы, о которых нужно было говорить. Кстати, Друце в Апале же был перед этим. Да. И долгое время. Да, долгое время. Он в Москве находился. В Москве находился. Здесь он был в Апале. Он был здесь в Апале. И он написал эту статью. В ней было очень много мудрого. В этой статье. Но сейчас я иногда думаю. Через 25 лет половина населения выброшена из страны. Фактически большая часть наших детей находится без присмотра. Совершает ужасные преступления. Если кто-то и учится, у кого-то есть мечта, что ребенок не повторит его горькую судьбу, ему дает учебу. На учебу таким открыли 20 университетов, закончит многие из которых. Можно не знаю ни таблицы умножения, ни алфавита. Имеет только деньги. Да, и деньги. И после нее они все идут. Мы знаем, куда идут. Они выезжают за рубеж. И тогда Друцца писал в этой статье, что нас заставляет детей учить два языка параллельно. И это, конечно, сказывается на развитии детей, как утверждали психологи. Но сейчас наши дети, во-первых, брошены своими родителями. Сейчас наши дети учат кучу языков, потому что выжить можно только зная иностранные языки и покидая родину. И почему-то об этом наши инженеры человеческих душ из Союза писателей построенного и подаренного. Уже никто не блескал. И никто об этом вопросе не поднимает. Меня это, конечно, удивляет. Почему нет? А почему об этом не надо говорить? Почему об этом не надо писать? Надо писать. Надо говорить. Надо говорить о национальной трагедии. Надо говорить о утере экономики. Надо говорить о... То есть, если об этом не говорить, из этой ситуации не выйти. Понимаете? Мы будем делать вид, закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит. Что все хорошо, прекрасно. И это называется... У нас есть партнеры по развитию. Валера... Да, у нас есть развитие, которого нет. Это называется плыть по течению. А по течению есть только один путь в бездну. Ну, понимаешь, плывут-то по течению хорошо те, кто устроился. Нет, кто против течения хорошо плывет. Но их очень мало. А, к сожалению, те, кто пытается об этом говорить, их начинают, так сказать, уже потихонечку говорить, слушайте, что-то вы разговаривали. А вообще, кто вы такой? Вы откуда приехали? И кто вы такой неврагливый, не то самое? Я говорю, подождите, ребята, а кто провозглашал плюрализм, свободу слова, свободу высказывания, либеральные ценности, принципы и так далее? Мы против либеральных ценностей? Ну, здесь, конечно, наши знаменитые либералы говорят, да, мы против таких ценностей. Мы за то, чтобы, так сказать, все было в одном ракурсе и в одном цвете. И смотри, хуже это либерализм. Смотри, ирония судьбы. Самая, скажем так, националистическая партия из вот таких более-менее видных наших, это самая нелиберальная, она большевистская по духу своему. Большевистская не в плане, что они за коммунизм, большевистская по манере, экстрема, да, это либеральная партия. Парадокс. Парадокс. Вообще парадоксальная партия, конечно. Парадокс. Партия, вот как правильно сказали, как мы перед передачей с тобой вспоминали, Виктор Степанович Черномыльдина, что бы они ни делали, получается, КПСС. Когда-то, самое смешное, что когда-то, когда-то я вот, честно говорю, я когда-то даже пострадал немножко в университете, потому что я там рассказывал какие-то анекдоты про КПСС и так далее. И меня там эти вот преподаватели прищучили. Однажды сказали, ты у нас научный коммунизм не сдашь, ты антисоветчик и ты вот так далее. Я говорю, слушайте, ребят, ну, какая-то странная ситуация. Мы на собраниях, мы на занятиях говорим одно, возвращаемся домой, говорим другое. Выходим с вами в курилку с преподавателем и говорим... Слышим третье. И слышим третье, да, вы нам говорите, в конце концов, понимаете, вот это раздвоение личности, да? Даже расстроение. Когда расстроение, ну, это долго хорошо не потянет. Расстроение, чтобы на троих собраться и стать единым целым. Да, да, да. И сами преподаватели подшучили. Вот он приходил в аудиторию и говорил одно, а потом выходил с нами покурить, разговаривал, говорил другое, да? И это, конечно, молодых людей, а молодые люди к этому очень болезненно относятся. Я сам был молодым. Это нас раздражало, да? Ну да. Что же вы нам врете, да? Лицемерия. И нам казалось, что если вот прекратить лицемерие, это проведет, это произойдет. Вот тогда будет... Да, когда-то, да. Поэтому все сначала влюбились в Горбачева, который пришел и начал говорить те вещи. А уже он красиво говорил. О которых говорили на кухне. Только потом уже пришло понимание. Конечно, честно говоря, мне тогда я помню, что очень многие люди, даже мой дедушка перед смертью, глядя на Горбачева, он сказал, ну, этот, говорит, наворотит, говорит, это второй хущён, этот начудит. И я сказал, дедушка, ну ты посмотри, он же говорит правильные вещи. А помнишь, мы молодежь тогда были в восторге. Ты смотри, Горбачев, он говорит, класс, свобода. Я потерял веру в Горбачева тогда, когда он приехал на предприятие Косомольский на Амуре. Я был на там заводе. Это уникальное предприятие, которое производило... Там были сумасшедшие технологии просто. Она производила атомные подводные лодки, в том числе делала их из титана, который американцы, никто до сих пор не научился делать. И так далее. И он тогда пришёл, посетил этот завод и вдруг взял и ляпнул. А там специалисты такие работали, я как вспоминаю. Он им ляпнул, делайте мебель. То есть ту продукцию, которую может любой крестьянин вот у нас сегодня в гараже открыть, купив два-три инструмента. Они делают то, чему заведовали американцы, сверхтехнологии. И в результате все эти технологии. Табуретки делайте. И все эти технологии, все эти чертежи. Все не ахнулось. А ну знаешь, куда перетекло? В Китай. Все специалисты. И Китай сегодня вывел атомный флот на тревогу Америки. А в России ахнулось. А в России ахнулось. И сегодня Россия вынуждена платить за 90-е годы. Всё это дело восстанавливать. То, что порезали бездумно, то, что уничтожили и так далее. Создали сейчас объединённую садустроительную корпорацию. И те люди, которые говорили, что это всё надо разгонять, в 90-е годы, так называемая команда питерских реформаторов. Помнишь, там Гайдар, Чубан, Сродов, и так далее, и так далее. Сегодня я смотрю, приезжаю в Москву, оказываюсь в одной тусовке с ними, да, они мне говорят. И они вдруг там заявляют, говорят, вы знаете, ребята, так тяжело, это практически невозможно развивать автомобилестроение, судостроение, гражданскую авиацию. Если у вас нет рынков 400 миллионов человек. Слушайте, я не жалею КПСС. А кто вас заставлял этот рынок разгонять? Кто же развалил этот рынок? Вы же тогда... Вот, кстати, мы жертвой развала этого рынка. Мы, Молдавия, жертвой развала. Абсолютно. Ты помнишь, у нас предприятие электронной оборонки, я же оттуда, я ребенок ВПК, да? Так я помню, 18 и заводов, и филиалов, министерства, грубо говоря, машиностроения, это оборонка. И космос. Космос и оборонка. Вот то, что ВКС сейчас в России, тогда Советский Союз был. Это нам говорили, мы аграрная страна. Я говорю, вы о чем кукурекаете? Какая аграрная страна? У нас 18 предприятий. Откуда в Молдове сейчас столько специалистов? По электронике, по программированию. Вот американцы были удивлялись. Да вот откуда они. Наши специалисты, молдаване, которые вот взяты были из сел, и работали со мной вместе на Мизоне, я был студентом, подрабатывал там. И становились классными специалистами. Знаете, где они сейчас? Многие в Силиковной долине, многие в Европе работают и нормально работают. Понимаете? Один из них, кстати, я забыл его фамилию, он был даже у нас министром экономики в первом правительстве, у Друка, да? Он был замдиректора, или замглавного инженера завода Мизон. Прекрасный специалист. Он тогда, когда стал министром экономики, я помню, мы с ним общались, и он мне рассказал, говорит, ты знаешь, я просто, когда ознакомился, как была устроена экономика Молдавской СССР, я вдруг удивился, что это довольно-таки прекраснейший механизм, да, отлаженный, то есть, ничего никому, ничего не мешало. Не как сегодня. Давайте выращивать арбузы. Все кинулись арбузы выращивать, все прогорели. Давайте строить заправки. А тогда занимались серьезными делами. тогда все бы планировалось, строилось, все... Валерий, вот эту тему, чтобы, опять же, вот, чем интересна дискуссия, когда играется, новые мысли появляются по ходу. Ты же знаешь, я никогда не сижу так, вопрос, ответ, вопрос. Я люблю живую дискуссию, потому что только... Самая лучшая дискуссия, это у тебя в Бутучино. Приезжайте к нам в Бутучино. вот когда попадаете в Бутучино, это там настоящая дискуссия, собираются очень умные, интересные люди. Поэтому они любят приезжать туда. И вот смотри, что меня удивляет, я был молодым заведующим кафедрой. У меня кафедра занималась электронной аппаратурой, оборудованием, как раз вот всеми современными этими вещами. И я смотрю, из моих самых лучших студентов, самых лучших аспирантов, самых даже и докторантов, они сейчас в большинстве или в Израиле работают, те, кто в основном, вот еврейская, как говорят, от национальности, очень многие работают в Соединенных Штатах Америки. Братья Прилеповы, Мустиация, Морщинин, Женя и так далее. А те, кто остались, вот, например, Бадян, вот молдавский спутник, кто разрабатывал, это фактически руководил, делал реально, это Бадян и Сорокин. А и Бадян и Сорокин, это мои аспиранты. И поэтому, когда Бадяна не стало, и когда эти уехали, поверь мне, я такую чувствовал печаль и тоску, ведь самое ценное у страны, это вот это, мозги. А мы, а мы гвозди заклачиваем. Когда молодому человеку... Извини, перебил тебя, но это очень для меня болезненная тема. Когда господин посол Макфул показал, что вот видите, у нас есть в Америке айфон, да, а вот вы, Россия и так далее, господин Макфул забыл, что айфона бы не было без советского ученого Жереса Алферова, лауреатом Нобелевской премии, на основании открытия которого и сделано все это, понимаете? Потому что была действительно хорошая технология. А ведь это и школа, у него ученики. Абсолютно. Где эти ребята? Наверняка укатили в силиконовую долину. К сожалению, да. Мы тогда разбросали кадры, и во многом я считаю, что благодаря поздней КПСС, которую я не любил, потому что я разделяю партию коммунистов на два периода. Да, была когда-то партия коммунистов, которая тогда подняла страну, а потом выиграла войну, и тогда действительно коммунисты шли вперед. Да. Помнишь? Коммунисты вперед. И первым погибали. Да. И первым погибали. У них одно было право. Но, к сожалению, потом, когда наступило вот такое мирное, спокойное время, партия коммунистов та наполнилась приспособленцами. И, к сожалению, она выродилась, она уже не была партии, а была вот таким, знаете, вот как бы зоной, где все могли, вступив туда... Зона благоденствия, да, благоденствия, где карьеры делали. Да, получить какое-нибудь хлебное место, понимаете? Вот. Вот когда нужно было, уже не нужно было напрягаться, вступив в партию, да, и отвечать за что-то, а можно было просто тихо сидеть и всем другим указать. Вот они и развалили страну. Да, да, это абсолютно вина КПСС. Они ее спасли в свое время, а потом и есть. Вина КПСС. Вина КПСС. Полная вина КПСС. Она выродилась, и она разрушила ее. А страну, вы знаете, вот скажу сейчас крамольная вещь. Вчера мы с тобой вместе были на 12 июня, отмечался День независимости. Да, посольство России. Честно говоря... Какое впечатление у тебя было? Ты знаешь, хороший прием, хорошо все было... Уровень, да. Уровень, все было прекрасно. Речь пошла, речь прошла, речь президента, все хорошо. Все нормально. Дипломаты. Я всякий раз, когда мне говорят о 12 июне, о провозглашении, что в 90-м году... День независимости от кого? Да, вот. У меня возникает всегда вопрос. Я говорю, что я могу понять молдаван, которые захотели отсоединиться в русских, попробовать сами. Что-то сделать. Что получилось, мы видим. Но тогда никто в это не верил, что все казалось, что будет лучше. Я думаю, что если бы кому-то на площади великого национального собрания показать документальный фильм, что станет с Молдовы за 25 лет, площадь бы опустела. И желающих кричать ура, ура, вязать полотенцами... Помнишь, мы говорили о мышлении в короткую и в долгую? Да, да, да. В долгую люди не думают. Понимаешь, я говорю, что я не жалею КПСС, я жалею о том, что у нас было общее хозяйство, за которое наши отцы заплатили потом и кровью заплатили. У нас общий рынок уже был тогда. Да, да, заплатили сумасшедшую цену. И крови сколько, пота. Да, пота, крови. А мы это все разбазали, растащили, угробили, расфуфырили. Кто виноват в том, что эти люди растащили эти фермы по домам? И кто это делал? Мы делали. Мы делали. Поэтому я говорю, что вот всякий раз, когда мне говорят про День независимости России, я всегда вспоминаю вот эту историю. Я говорю, ребят, я понимаю Молдаван, которые объявили независимость от России. Я даже где-то могу не говорю об этом, что я это одобряю, но я где-то могу понять и пренестровцев, которые испугались вот этих языковых проблем, из-за которых все началось, да, и тоже захотели обеспечить себя и отделиться от Молдовы, и что из этого очень плохое получилось, и дай бог, чтобы мы это преодолели и восстановили страну. Но я тоже могу понять. Я не могу понять, я всегда задаю вопрос. Подождите, от кого объявлял независимость Ельцин? Кто его угнетал? От независимости от кого? А я расскажу, о какой, потому что в начале 90-х годов в Кремль хотелось. В начале 90-х годов я попал... Нет, нет, вот еще есть один момент. В начале 90-х годов к нам в ТАСС пришла вот эта питерская группа реформаторов и начала говорить, что мы Россия, мы там, у нас там ред... У нас оборонный комплекс, у нас машиностроение, у нас до нефти, газ, у нас все. Мы с оружием можем продавать там второе или третье место в мире. Мы будем жить, как Швейцария. А для этого надо освободиться от этих... Да, нечего нам прихлебать этих. Вот этих прихлебать. Молдаван, украинцев, это говорили русские люди. Да, это говорили не русские люди. Что нам не нужны. Это не русские люди. Это говорила вот эта верхушка. Подожди, но эта верхушка, это были русские люди, это не марсиане. Нет, да, правильно. Помнишь, я как-то сказал однажды в сердцах, и причем где-то выступал публично, когда стали говорить, вот молдаване предатели, они там другие предатели. Я говорю, стойте, ребята. Когда в Беловежской пущи подписывали, значит, эти документы, я говорю, ни Борис Ельцин, ни Шушкевич, ни Кравчук в связи с молдавскими кровями не замечены были. Да, и никто не звонил нас и не спрашивал ваше мнение. Я говорю, давайте Бога побоимся. Да, здесь есть очень такой хороший момент. И вот я тогда, вспоминая это с вами, я вдруг почувствовал вот на этой лекции, да, потом, когда вышли в курилку, разговаривали, я себя почувствовал вот этим человеком, от которого хотят избавиться. Типа, куда я попал? А я думаю, боже мой, а почему же они так ко мне относятся-то и к моим соотечественникам, да, что вот, дескать, мы без вас обойдемся. А сейчас они говорят, знаете, без 400 миллионов рынка нельзя. Те же самые люди говорят. Которые сделали все, чтобы развалить общесоветский, общесоюзный рынок, они сейчас курлычат. Да, 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 да. Вот так и получилось, понимаете, конечно. Горбачев оказался слабым политиком, Борис Николаевич Ельцин не верил, что творил. И вот мы, вы знаете, вот этот бардан 90-х годов мы сейчас, к сожалению, разлюбываем. Хотя можно было спокойно, эти реформы, реформы нужны были стране, можно было спокойно провести под управлением, без вот этого, без гибели сотен тысяч людей, без трагедий, без судей. Кстати, вот белорусы сколько кричали, что этот Лукашенко диктатор. Да, есть там, я пять лет в Минске учился, я хорошо белорусы узнаю. Но я, и вот сейчас современная интеллигенция в Белоруссии, мои знакомые, ребята, я же говорю, учился там пять лет, по 66-71, Белоруссия для меня как вторая родина. И там многие недовольны. Вот, я говорю, ребята, не дай боже, что-то случится с Лукашенко, вы потом долго будете вспоминать этого человека. Это проблема. Рабочие места сохранил, рынки расширил. Ты помнишь, за что мы не любили вот эту эпоху позднего КПСС? Лучше всего это отобразил в одном из своих фильмов Рязанов, помнишь, там такая есть песня, мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем. У Лукашенко, между прочим, ты как дипломат великолепно знаешь, посол долго не просидит, если бы он не работает на расширении рынков своей страны. Ему нечего делать за границей. Имидж страны и рынок. Рынок, рынок, договоры, все, и посмотри. Это твой результат. Я никогда не забуду, когда меня сосед по квартире, еще когда я жил на Чиканах, пригласил всех в гости, к нему приехал родственник из Белоруссии. Это родственник Белоруссии, мы выпили по 100 грамм, посидели и так далее. Он удивлялся. Он говорит, слушай, мы приехали и скупили у вас все на вашем заводе холодильников все японское оборудование. Мы его скупаем и вывозим в Белоруссию. Оно вам не нужно, говорит. Я говорю, я не знаю. Это же ценность. И потом я понял все, когда меня один из друзей пригласил на завод холодильников, который на Чиканах. Знаешь, куда пригласил? В баню. Там хорошая двухэтажная баня в цехах. Там склады с химией, бытовой химией. с турецким тряпьем и так далее. Оборудования там нет. У нас все дела делаются в банях. Даже Союз развалили в бане. А я задался вопрос, слушай, а что это у вас в цехах, в бане? Холодильники собирали. А он говорит, ну зато поди в магазин, посмотри. Все, что у нас в холодильниках? У нас Атлант холодильник на первых линейках продаж, так? Белорусский. У нас трактор Белоруссии, у нас троллейбус Белорусский, у нас автобус Белорусский, у нас трактор был. А наш тракторный завод уже, мы забыли про него? А он что, не нужен был? А какое предприятие было? А такой трактор был не нужен. Я знаю, что в некоторых селах до сих пор работают эти тракторы. Знаешь, было все нужно, просто это никому не было нужно. Все хотели, что? А нам дадут денег, а мы их положим в карман, а отдавать будут вот эти, которые не павшими сейами строим, и начали народимся общественным строем. Спасибо. Итак, наша передача заканчивается. Я еще раз благодарю тебя, Валерий. Всякий раз, когда ты появляешься в этой аудитории, происходит оживление, у нас появляются мысли, окрашенные чувством юмора, потому что, я думаю, без человечества только со смехом может расстаться со своими идиотизмами и маразмами. Умение подшутить над собой, посмеяться над собой и пронавзировать себя это удел сильных людей. Мелкий человек, глупый человек, он не может перенести, он считает себя гениальным. Вот это и беда его. Спасибо огромное. Итак, дорогие соотечественники, у нас в гостях был Валерий Демидевский, он наш постоянный гость, обычно, почему мне, вот, например, лично нравится, и вам, наверное, по этой же причине, потому что, когда разговариваешь с Валерием Демидевским, сразу в поле зрения появляется и внешняя сцена, на которой Молдова, и наша внутренняя сцена, и самое главное, мы начинаем понимать многое, что творится у нас, только поняв, что творится в мире. И второе, вот это мышление не в короткую, не только сейчас и здесь, а что будет потом, что будет с нами, с нашими детьми, куда ориентироваться, вот это, как принято сейчас говорить, устремленность в будущем, это тоже очень характерно при разговоре с этим мудрым человеком. Итак, благодарю вас за внимание. Не очень печально, что в законных языках, над которым, ну, может быть, основную работу проделал по его концепции, и об этом только сейчас говорил Валерий Демидевский, это был мой отец, Иван Гаврилович Борщевич, человек с очень трудной судьбой, молдаванин из Буковины, это человек, который больше всех понимал, насколько важно в стране сохранить межнациональное единство, потому что мы, наша общенациональная идея состоит из идей всех национальностей, всех народов, которые живут, которые что-то, я не хотел бы сказать слово что-то, которые очень беспокоятся о судьбах нашей страны, о судьбах своих детей, и которые понимают, что только все вместе, все национальности нашей страны, а не важно страна, большая или малая, малой или большой, ее делаем мы, делаем люди. Спасибо вам за внимание, обнимаю вас, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борисович. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.